Это овсяно-блин. Овсяно-блин? Вот блин, а! Какой он здоровый! Завтра ко мне еще приезжают ребята, которые привезут мне очень крутую дровницу. Я у них увидел. Это я купила себе. Это шторы какие-то или что это? Друзья, всем доброе утро. Пока еще все, кстати, спят. Я один первый проснулся, я всегда утром рано просыпаюсь. Я сделал уже зарядку. Кстати, скоро выйдет на Family Box видео, как я 30 дней делал какие-то определенные спортивные достижения. Я буду их на влоговом канале выкладывать. Обязательно, кому интересно, пишите в комментариях. Но первый видос уже скоро выйдет. Короче, приехали с Таиланда, когда меня немножко озарила тема сделать ремонт дома. Такой небольшой. Сейчас хочу вам показать, как продвигается дело. Мы полностью сняли всю старую плитку по всему периметру дома. И хотим его еще полностью весь перекрасить. У нас цветом плитка была вот такая, коричневая. Она кое-где была уже поломанная. Поэтому мне захотелось ее обновить. Еще я хочу обновить вот эти полностью все ступеньки. Потому что они тоже уже кое-где потреснулись. Вот это вот дерево. Тоже мы его начали шлифовать. Вот так вот отшлифовали полностью. Его хотим перекрасить. Вообще у меня планы были более масштабные. Полностью все переделывать. Я хотел строить гараж над гаражом вторую комнату. На лоджии там у нас была свободная зона на втором этаже. Я хотел ее полностью переделывать под спальню. Но потом я отказался от этих больших таких затрат и задумок. В связи с тем, что сейчас такая не сильно обстановка в мире спокойная. Я решил это все заморозить. И сделать лайтовый такой ремонт. Который будет наверное радовать мои глаза. Вот эту часть уже начали красить. Вот она видите. Покрашена вот отсюда. Вот белый цвет. А плитку мы вот здесь будем ложить. Вот такого цвета серенького. Вот. А где желтый оттенок мы покрасим в серый. Еще я хочу полностью убрать старые наши страшные грядки с дома. Вон те еще тоже надо поубирать. И вместо грядок я вот такую пока площадку поставил. Миланки с Даньки. Вот. Ну и будущему нашему сыну здесь будет играть. Потом что-нибудь еще тут придумаем. Не знаю. Может какой-то дом поставим деревянный. Что-нибудь еще. А газон пока мне нравится наш. Он такой красивый. Здесь клево играть. Кстати с Данькой купили еще ворота. Будем потом футбол с ним гонять здесь. Вот. Кстати наши ворота. Данька вчера целый день собирал. Ты проснулся? Да. А я думаю какой-то галстик на улице слышу. Папа записывает видео. Сколько сейчас время? Время. Без 10. Данька кстати у нас второй. Все время просыпается. Все остальные спят. Больше всех у нас спит кто? Кто? Милана. Милана. Видите? Смотрите кто проснулся. Колобок. Как ты спала? Милана. Прыспалась? Милана. Как колобок поживает. Колобок пинается. Ой. Пнул папу. Сейчас я буду себе завтрак готовить. Авокадо. Два яйца сварю. Вот такую капусту буду пахать. И вот такие флипцы. Короче у меня такой сегодня более наверное лайтовый вариант. Доброе утро. Это горлышко болит. Очень. Да, попей водички. Ммм. Такие классные. Крязные яички. Зато домашний, деревенский, органик, эко и все такое. Понимаешь? У меня бабушка всю жизнь у нее дома яички и она их продавала. И перед тем как их продать она всегда их протирала. И вот этот вот факт грязных яичек говорит мне о том больше, что люди специально их пачкают. Мне кажется для того чтобы продать. А сейчас есть такой маркетинг, да? Сейчас многие им пачкают. Потому что по хорошему какие бы у тебя грязные ни было. Так ну протри ты же их продаешь. Ну как так-то? Уже миллион раз эту фразу произнес. Ну действительно, как так-то? Это что будет? Это овсяно-блин. Овсяно-блин? Вот блин, а. Какой он здоровый. Даня, пойдем яйца кушать. Я уже... У нас готовые яички. Сегодня два твоих вот на. И два моих. Мы с тобой можем уже точить и кушать. Ну что, поточим? Ну что, давай, бахаемся. Аааа, я победил. Ха-ха, мое крепче оказалось. А мы сели завтракать вот здесь. Короче, сейчас будем тут кушать. Лаки, ты где? Поздоровайся со всеми. Привет. Лаки. Ну как, приятного аппетита? Танцую без меня. Вкусненько? Да. Спит или пинается? Ну, не знаю. Сейчас не пинался. Это мне надо сесть. Я так не чувствую, когда хожу. Уже через сколько? Осталось два месяца, да? Меньше. Или меньше? Нет, два месяца. Нет, нам меньше. Ну, до второго сентября. Вы три недели назад говорили, что осталось два месяца. Ну, до второго сентября, мне сейчас сказали врачи. Так, ну что, покушали. Дальше едем по делам. Друзья, немногие знают, что у нас есть свой телеграм-канал. Как вы знаете, на YouTube иногда приходится долго монтировать видео. И за счет этого на YouTube появляется всегда позже вся информация. Поэтому, быстрее переходите в наш телеграм-канал. Там все самое важное и все самое срочное появляется сразу же там. Именно в нашем телеграм-канале появляется все всегда самое первое, а потом уже на YouTube. К примеру, скоро Вероника будет рожать. Естественно, это появится только в телеграм-канале. А после того, как мы уже подготовим видео, смонтируем его, через какое-то время оно появится на YouTube. Так что бегом в наш телеграм-канал. Не пропустите самую важную информацию из жизни нашей семьи. Подписывайся. И там ждет тебя много-много-много интересных прикольных вещей. В том числе и классных конкурсов. Конечно, которые мы там проводим. Ждем тебя. Короче, ребята, уже длится, наверное, у меня, может быть, десятый день плюс-минус где-то. Вот хочу сейчас вам немножко уже показать, какие есть результаты, но это еще не все готово. Вот, посмотрите. Мы, короче, перекрашиваем его в бело-серый оттенок. То есть, раньше здесь был желтый. Мне не нравился желтый оттенок. Сейчас мы перекрашиваем. Наверху тоже будем полностью все обновлять, все менять. Здесь, короче, мы это полностью все дерево обшкурили. Тут ребята, конечно, немножко накосячили. Краску пролили. Зачем ругайся на чайника? Плитку, кстати, уже привезли. Немножко уже даже начали ставить. Сейчас вам тоже покажу. Вот здесь, видите, все ремонтно. Это плитка для ступенек. Вот такого цвета она будет. А вот уже начали ставить плитку внизу фасада. Она у нас была коричневая. Путь вот такая. Посудили новые цветочки вчера. Они скоро вырастут. Пока еще немножко смотрится все некрасиво. Короче, потихоньку делаем. Я надеюсь, что мне понравится наш ремонт. Хотя у меня были, я как ранее говорил, уже более глобальные планы на этот дом. Строить там одну комнату, вторую, гараж. Но сейчас немножко по-другому. Но мне, тем не менее, уже нравится. Поэтому я думаю, что все должно быть клево получиться. Проблема людей с низким ростом. Нет, все люди на концерте, но нормально смотрят на концерт. Лайки возле забора. А где концерт? Тебе весело, а мне нет. Здесь у нас такая терраса большая. Видите, тут какой хлам. Я, короче, хочу здесь сделать все таким деревянным покрытием, чтобы здесь был красивый пол. Вот, но пока мы здесь вот немного покрасились. У меня тут торчали провода, спрятали провода, вот такую коробочку. Вешаем вот такие светильники. Будем менять старые розетки на вот такие новые, красивенькие. Так, ты, я так понимаю, с шоппинга, да? Да. Что-то мне купила? Ну, всем. Такую купила, короче, Даня. Прикольная. Красивая. А, так, тут нижнее белье не будем показывать. Почему это? Это я купила себе. Это что, это шторы какие-то или что это? Ты бы кону или мне показалось? Это что, типа ночнушка, что ли? Нет, это платье для особо одаренных. Ясное платье. Для особо беременных? И тебе купила куку. Какая-то бежевая тона у нас будет, да? Да. А я же тоже с покупками. Смотри, я что тебе купил. Мне? Да. Так, замуровали, да, демоны? Замуровали. Замуровали демоны. О-о-о-о. А-а-а, я поняла. Я поняла. Помощник, домашний помощник. Проверим как, да? Да, проверим. Вот так, может, уже и никак. Не братан. Короче, этот монстр моет полы. Видите, он небольшие линии оставляет. Но в целом пока вроде неплохо справляется. Не идеально. Но так, поддерживает уборку. Какую-то там пыль убирает. Слушай, ты тоже чувствуешь? Понятно, что я чувствую, да. А потом дальше будет прям выпирать. Прям будет прям... Это Дима уже насмотрелся роликов в ТикТоке. Дима вообще-то уже третий раз папа. Так что Дима помнит, что это такое. Не только Дима, я тебе так сказала. Так, ну что, ребята, уже у меня длится примерно, не знаю, 17 или 18 день стройки. Смотрите, какая у меня там образовалась куча мусоров. Давайте немножко покажу. Короче, вот такое крыльцо соорудили. Бетон залили. Скоро его будем плиткой. Классное такое прям застилать. Покрасили вот это вот все. Вот такого цвета классненького стало. Здесь уже плитку мы тоже поменяли. Розетки новые поставили всякие. Такие приколдесные. Вот так примерно уже дом выглядит. Не знаю, пишите в комментариях, вам нравится или нет. Мне очень нравится серый цвет. По крайней мере, то, что было на желтом, как-то так себе смотрел. Сейчас, мне кажется, более интересно все смотрится. Завтра ко мне еще приезжают ребята, которые привезут мне очень крутую дровницу. Я у них увидел, поэтому завтра вам обязательно покажу. Она нереально красивая. Такая прям как соты сделана. Ребята, следующий день, и мне привезли дровницу. Вот такая красавица. Тут, ладно, строительный мусор потом уберем. А теперь, смотрите, мы ее сейчас дровами заполним. Оставлю ссылку у инстаграма, кто делает эти дровницы. У ребят обязательно переходите, заказывайте. Цены очень хорошие. Доставка по всей Москве и Московской области. Поэтому связывайтесь и заказывайте, не пожалеете. Вот такая вот штуковина получилась. Напишите в комментариях от 1 до 10, как вам в целом эта дровница. Мне кажется, она очень крутая. Друзья, ну что, ремонт дома закончен. Давайте, наверное, вам все покажу теперь, как примерно, что было, да, и что получилось. Сейчас увидите все своими глазами. Мы поменяли здесь полностью крыльцо. Вот оно новое. Не знаю, помните, какое оно было или нет. Здесь вот это все полностью мы отшкурили, покрасили. Я, кстати, себе еще установил видеокамеры. Вот если мы так везде пойдем, у меня теперь везде стоят видеокамеры. Здесь сделали мы крыльцо. Тут вообще его не было. Полностью вот такое красивое серое. Там полностью тоже вот эти все провода убрали. У нас вот там так теперь красивенько все сделано. Моя дровница, которой я по-прежнему рад. Кстати, смотрите, я еще такую штуку здорово уставлю. Шифонер такой на улице у меня будет, как я его называю. Нет, он еще не доделан. Мы его еще тоже доделаем. Потом будет прикольно все смотреться. Короче, как-то вот так получилось. Напишите в комментариях обязательно, что вы думаете о том, как выглядит сейчас дом. Нравится вам или нет. Мне будет очень интересно узнать. Я почитаю, обязательно пролайкаю, про где-то, может быть, прокомментирую. Поэтому пишите. Ставьте лайкосик этому видео, подписывайтесь на канал обязательно. И переходите еще, кстати, в наш инстаграм и телеграм. Обязательно мы сейчас в телеграме более актуальную информацию быстрее публикуем. Поэтому в телегу прям вот срочно подписывайтесь. Бегом, бегом. Я там все постоянно выкладываю в первую очередь. Там постоянно у нас какая-то, я не знаю, видеосъемка, фотосъемка или какие-то, я не знаю, новости. Все время там публикуем. Поэтому переходите в наш телеграм. Удачи, встретимся! Субтитры сделал DimaTorzok